вообще неожиданная находка сегодня не думал что окажешь в таком месте есть мавзолей ведь им батыра на острове туда можно добраться только на лодке кайрл танк ромет к рендер доброе утро уважаем зрители быгон он шак хорошо хороша на вона 10 ноября 2023 год сегодня проснулся в 7 утра сейчас уже 7 45 уже за рулем кто-то скажет за баранкой вот направляюсь на трассу алматы талткурган сейчас идет дождь но вроде как по прогнозам ближе к 11 там к 12 уже все закончится и будет солнечная погода пытаюсь в это верить и не знаю надеюсь день сегодня пройдет не зря и получится куда-нибудь съездить посмотреть что-то все эти дни катаюсь за рулем джили это модель тугела вот так вот внутри выглядит а вот так выглядит снаружи мне эту тачку дали на тест-драйв так что я катаюсь стараюсь максимально как говорится использовать то время на которое дали данную машину и хочу побольше постить населенных пунктов чтобы побольше посмотреть ну и конечно же побольше отснять материала не без этого прогноз прогнозом конечно но реальная ситуация дождь даже не знаю что это изменится или нет пишут что через час будет уже более-менее солнечно дождь закончится решил подождать на выезде из города и таскать просто так не тратить время и бензин прошел уже целый час а в алматы до сих пор дождь а вот прогноз капшалай где находится город кунаев показывает что дождя не просто обычно все же выехал в сторону города кунаев прокатимся посмотрим что там как добрался до города кунаев и здесь тоже идет дождь к сожалению вдоль трассы строится новое здание где-то там есть просвет вроде как погода налаживается дождя стало меньше еду сейчас в сторону получается города талкурган по трассе и здесь вот всегда у меня был вопрос что такое утиген вот поворот на утиген есть с трассы так как нигде я не видел чтобы на картах была отметка утиген и нету аула с названием утиген в этих краях видно что раньше здесь была асфальтирована дорога буквально два километра считаю недалеко надо съездить и удовлетворить свой интерес выехали на более-менее асфальтированную дорогу пока что в этой стороне в конце этой дороги есть насосная станция номер один но про утиген речи нет есть чей-то дом здесь также посмотрел по карте как саданная дорога ведет к базам отдыха проверил все карты которые у меня есть ни на одной карте нет отметки утиген так что даже понятия не имею что это такое так как даже вроде как нет станции утиген есть тут недалеко станция план тубе буктер ну и все на этом здесь правой стороны появились трубы по всей видимости идут от насосной станции появился знак сукорова аймала может насосная станция есть утиген так как по одометру мы уже проехали два километра здесь ничего не вижу здесь вот здесь какая-то это не знаю незаконные что-то это свалка что ли было трубы 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 ну и вижу конечно же берег капширайского водохранилища а там вот с правой стороны вижу базы отдыха на берегу водохранилища а здесь вот есть дома сено есть вот скот держит может быть это и есть утиген дальше здесь ворота видимо ведут уже к насосной станции а сказали что нет такого аула утиген но там вот есть остров получается и там на острове оказывается есть мавзолей утиген батыра на острове ну по крайней мере вот я встретил здесь местных жителей они говорят там вот есть мавзолей утиген батыра на острове туда можно добраться только на лодке до сих пор как говорится не могу это уложить в себя в голове просто удивительно что мавзолей находится на острове это просто ну что-то в новинку для меня вот а утиген то есть вот этот знак это никакой не а у сказали это типа небольшая фазенда и в целом все вот так вот удивительно конечно что вдоль трассы есть знак ущи утиген в сторону фазенды могли бы хотя бы тогда не знаю написать там утиген батыр кисинесе но при этом как-то нужно сообщать о том что туда можно добраться только на лодке однозначно кто-то уже ездил или бывал на данном острове наверно видел вблизи данный мавзолей поделитесь пожалуйста вообще как там что там так ли это очень интересно добрался до щенгель да вроде как дождь заканчивается вблизи населенного пункта щенгель да есть населенный пункт хоскодок он числится как станция относится к сельскому округу щенгель да наверное поедем сейчас туда чтобы время не терять вдруг погода опять испортится так скажем воспользуемся этим промежутком когда дождя минимум есть направление на станцию коскодок также есть в википедии информация что прежнее название коскодок сейчас будем разворачиваться ну коскодок точно не просто станция так как посмотрел на карте и там есть много чего есть в плане того что есть школа на карте обозначена мечеть есть какие то есть склады какие-то предприятия по старым данным там проживает почти 800 человек может быть данный населенный пункт изначально появился как станция а теперь уже как бы и наверное всего станция есть вот такая даже асфальтирная дорога автобусная остановка даже зимние знаки уже поставили как прекрасно даже дождь закончился я же говорю там смотрите какая погода было небо более так скажем менее пасмурный здесь правой стороны какая-то ферма хозяйства и он там уже вдали вижу станцию на улице показывает плюс 7 градусов пошли можно сказать первые дома по скоток дегенова паренчалят паражетом вот здесь есть вот напорная башня у этого дома здесь вот есть какой-то небольшой лес и там внутри есть тоже дома территория огороженная такое ощущение будто здесь раньше было что-то больше чем просто чей-то дом и если сана конча коскода каунда сегы задам дают рады кен коскода каула шенгельда ауды к округе не карайды также есть упоминание что шенгельдинский сельский округ находится под городом кунаев то есть административно подчиняется городу вчера тоже относительно в этих краях катался думал вчера заеду сюда но вчера был конкретно такой ливень сейчас здесь немного моросит уже приближаюсь к надписи ух ты интересно а здесь на въезде написано не коскодок бекета или станция со а написано коскодок аула интересно конечно что он находится вдоль железной дороги во первых может быть статьи так что здесь есть и станция коскодок и аул коскодок просто когда я искал информацию про это место наткнулся на данные в реестре которая 2016 года и там было указано именно станция коскодок то есть не было речи о селе или ауле а тут получается вот такой знак повесили может быть знак неправильно висит кто его знает вот ну давайте давайте смотреть если вы когда-либо были в этом ауле пожалуйста делитесь в комментариях под этим видео что как к чему может что-то интересное расскажите вот здесь на въезде в ауле появился новый асфальт и дорожное освещение есть стал бы лэп деревянные пока что название улице не вижу а новый асфальт уже имеет некогда несколько ям о избирательный участок есть указатель более бикущиеся строятся новые дома это по всей видимости автобусная остановка рядом есть памятник так ну мы к нему еще вернемся туда направо вот вижу железную дорогу и там вижу кладбище предлагаю проехать прямо есть старые дома здесь прям какая-то большая площадка что-то было вот такой вот домик сохранился более-менее еще дальше вижу детскую площадку и впереди вижу детская площадка микс старые эпохи и новые эпохи есть вижу эти как это водокачки вижу вон там состав какой-то стоит ну давайте к мечети проедем на улице совсем чуть-чуть капает мне буду вон там вот этот дифферен где-то это что-то когда-то как-то так все к это Видимо намечается ремонт. А, здесь оказывается асфальтированная дорога заканчивается. Но там впереди тоже очень много развалин разных. Впереди, вижу, вон там, кажется, находится ЖД-станция. И также часть аула находится на другой стороне ЖД-станции. Точнее, ЖД-дороги. Вот тоже развалины. Прямо позади старой ЖД-станции. Смотрите, как она. Вот тоже что-то было. Видите? О, деревянная платформа. Точнее. Продолжение следует... И вправду, большая часть аула находится по другую сторону железной дороги. Также есть на карте отметка база ядохимикатов, кирпичный завод, заброшенный кирпичный завод. И где-то здесь, а вот, средняя школа станции Коскудук. Здесь, оказывается, рядом с мечетью есть новая водонапорная башня. На другую часть аула тоже есть вот такая асфальтированная дорога. Но ее уже успели испортить. Кто-то, походу, что-то прокладывал, что ли, резали асфальт. Вон там, вон, с правой стороны отмечено, как кирпичный завод и база ядохимикатов. А здесь вот у нас пересечение одной же дороги. А, это не основная ветка, это ответвление просто идет туда, к данной базе. Нам надо вот дальше ехать, получается. А я думал, мы уже переехали на ту сторону. Так, походу... А, нет, да, вот есть дорога, отлично. А то что-то вдалека показалось, что дороги нет. Вечно! Ох, как хорошо. Приличный такой объезд. Так, уже здесь вот с левой стороны вижу ЖД-переезд основной части дороги. Опять там какие-то тучи надвигаются. Лошади пасутся. Тоже появилось дорожное освещение. Есть вот такие разрушенные дома. Фундаменты остались. А вот и новая школа, которая... Ну, в целом, да, кажется, она выглядит новой. Не знаю, какого года постройки, но... Ну, точно не советского. Есть вот такая вот футбольное поле есть в клетке. Есть также детская площадка, фитнес-площадка. На машине написано... Прикольная развозка, наверное. Здание рядом со школой. Без каких-либо опознавательных табличек. Не знаю, даже может быть медпункт. Прикольно, что вот от школы вот эти два здания, они соединены. Между собой тротуаром. А вдоль автомобильной дороги тротуара нет. Вот еще одно старое здание тоже. А напротив есть вот такой заброшенный дом. И там есть мурал. Два гон. 175 лет. Продам дом. Ну, местные художники, так сказать, ваулись. Есть еще вон ту сторону асфальтированная дорога. Предлагаю по центральной улице проехать сперва. Продолжение следует... 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 Асфальт закончился. Вот это улица не асфальтированная. Вот это тоже. Там дальше показывается. Еще есть одна улица. Давайте прокатимся по этой улице. Прям видно, что некоторые дома очень старые. И эта улица тоже не асфальтированная. Столбы лэп деревянные. Игорь. 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 往од и сго barg给 тебя хотят gambleratterцем. Продолжение следует... О, вижу какое-то двухэтажное здание прям большое. О, выехали на асфальтированную дорогу. А, она короткая, здесь вот заканчивается. Предлагаю прокатиться дальше, вон к тем домам. И есть вот такие вот сооружения перед этим двухэтажным домом. Похожи на гаражи. Много, однако, заброшек. Вот новое заоружение. О, сюда асфальтированная... А, тут просто подъезд асфальтированный. А, это госучреждение оказывается. Оказалось, это городская многопрофильная больница города Кунаев. Кунаев-Каласын-Калалы-Копсалалы-Ауруханасы. Кобеля здесь лежат от ТТС, оказывается. А, здесь вот нашел вот такой вот памятник. Да, можно было бы вот это все, как говорится, общипать. Что-то совсем неухоженно выглядит. А, здесь вот, как говорится. в школе прозвенел школьный звонок так давайте прокатимся немного в обратный путь здесь оказывается рядом со больницей есть вот здание касс почты вот такое вот здание об станция коз кудыга еще написано многопрофильная больница города кунаев это видать старая а сбоку здесь сидит еще у них касс почта прикольно так едем дальше вот такая заброшка есть рядом вот такая еще и заброшка будет какие здания и там вот то двухэтажная заброшка есть вот это здание честно напоминает либо церковь либо старая мечеть а рядом вот такое здание тоже вот двери открыты без этих обозначений так далее может быть старый магазин большое помещение но вытяжка что-ли так здесь опасно касса ходить потолки висят провисает видать был пожар свое время не будем дальше заходить он там вот еще одна заброшка здесь вот такого двухэтажное здание как будто на квартирный дом ааа слушайте походу одна часть там действующая а эта часть заброшка противогаз валяется но сохранилась получше чем соседний дом так же тетрис что-ли да тут вообще можно фильм уже снимать вот часть этого дома красным является заброшкой а это видимо новая часть станции коскудок а вот коскудок станция со станция коскудок служебный проход подсказали что вот это вот здание коса дом для отдыха для машинистов сейчас уже как бы нет вот это вот часть видно что действующие под что-то используется и вот такая вот заброшка еще есть тоже большая обалдеть сколько здесь можно алюминия собрать только банок турксип улица турксип увидел хотя бы одну табличку так еще вот такие вот строения есть я был конечно и на других станциях железнодорожных но вот таких вот строения ранее не видал то есть видно что здесь большая станция была и сейчас есть а ну все уже вроде когда выезжаем из аула а вроде даже и дождь закончился сейчас посмотрим может быть получится посмотреть сверху а 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 12 часов дня дождя нет но облачно к а а а и а а а а а в Афганской войне я думаю можно ехать дальше рахмет сау болыңыздар спасибо и до скорой встречи и до скорой встречи